Лыжная трасса. Своей эту территорию считают и люди, и собаки. В итоге происходят стычки двуногих с четвероногими. На этом видео отважная молодая мама обороняет чужого домашнего пса детским самокатом. Работники спортивной базы говорят, перед проведением соревнований приходится даже применять шумовые хлопушки, чтобы распугать бродячих обитателей тундры. Вчера две женщины пришли с двумя маленькими детьми, сюда же в базу забежали, они за ними сюда пришли. Приезжали собаководы, кто за собак здесь отвечает, они не смогли их отловить, потому что они уходят в лес и все, и там их просто не взять. На камеру все животные, которые встречаются в городе, на удивление спокойны и защитников у них немало. Но многие новорингойцы считают, что на улицах рядом с детьми большим псам не место. Вот так выглядит сейчас приют «Подари мне жизнь». Вольеры переполнены, но уже этим летом бродяг ожидает новоселье. На большой территории в тундре обустраивают новое здание приюта. Здесь смогут разместиться до 600 кошек и собак. Постарались воплотить интересы всех, не только бродячих собак, чтобы они некоторое время здесь переживали, но также для домашних животных, для передержки их. Здесь будет организована цивилизованная тренировочная зона. Бездомных собак, которые попадут в приют впервые, обязательно стерилизуют. Это поможет постепенно сокращать уличную популяцию. Для медицинских процедур построено отдельное здание. К нему особые требования Роспотребнадзора. Это все должно быть в касселях, все в моющих, ничего тут, чтобы можно было постоянно проводить химические смывки. Поставят на территории модульную котельную, чтобы четвероногим было комфортно в любую погоду. Отдельное помещение отведено для приготовления пищи, ведь в рационе животных не только сухие корма. Это было бы слишком накладно. Зимой в меню появляются наваристые каши, обогащенные витаминами. Открыть приют должны в июле, но вместе с новыми площадями потребуются и новые руки для 600 хвостов и голов.